Базово три занятия в неделю. Жасмин с удовольствием ходит. Когда детям и комфортно, и интересно, мы получили дважды гран-при и дважды первые места, в целом все преподаватели этой школы отвечают этим моим требованиям. Все, она полностью растворяется в этом процессе. Я посетила несколько школ, которые достаточно известны, именитые, имени каких-то известных балерин, в центре, в спальных районах. И это было не то, что мне нужно, не то, что мне понравилось. И когда мы пришли на первое пробное занятие в школу «Первый шаг» к нашему преподавателю Виктории Сергеевне, я поняла, что мы здесь останемся надолго. Потому что уровень преподавания, уровень то, как нас встретили, то, что дети делали на уроке, то, как себя позиционирует школа, на какие цели ставят, цели и задачи перед детьми и их родителями. Мне в целом все понравилось, меня устроило. И сейчас, спустя два года нашего обучения в этой школе, мои ожидания совпали с реальностью. Красная нить этой школы – это действительно высокие стандарты во всем. Начиная от пола, освещения, формы, заканчивая уровнем концертов, отчетных концертов и подготовки учеников к этим выступлениям. И самое важное, что школа себя позиционирует не как кружок для маленьких детей, балет с двух лет, балет с трех лет, а сюда приходят родители и дети с реальным запросом жить балетом и научиться этому достаточно непростому виду искусства, виду творчества. И у меня был такой же запрос. Для меня это не кружок, это серьезное направление и выбор. В прошлом году год был очень такой плодотворный на успехи. И я думаю, что это достаточно справедливый результат труда и моего ребенка, и детей в нашей группе, потому что мы получили дважды гран-при и дважды первые места за сольные и групповые номера с нашим преподавателем на двух танцевальных конкурсах, насколько я знаю, российского масштаба. То есть были дети из других городов, другие коллективы, из разных областей. Когда они абсолютно не ожидали и вообще ничего не понимали, что такое соревнование, что такое первое, второе, третье места, и когда все коллективы уже стоят на сцене, потому что они там получили какие-то третьи места или просто презрительских симпатий. И знаете, вот этот большой зал, эти девять малышек сидят в пустом уже зале и просто не понимают, что их сейчас ждет. И тут объявляют, что они, да, у меня даже слезы на глазах, объявляют, что они победители среди всех детей от 3 до 17 лет. И это невозможно передать. У меня мурашки сейчас по телу. Как они были счастливы, какие искренние эмоции были у них на лице. Как они прыгали, то есть они бежали на сцену, прыгая. Как они были рады всему тому, что происходит. И это очень чистые искренние эмоции, потому что они еще не понимают, что такое соревнование, они не понимают ценность первого, второго места. Но что их выделили, вот этих самых маленьких, самых юных участников этого конкурса, абсолютно, да, заслуженно, потому что они выступили прекрасно, да. И вот огромная сцена детей, людей, коллективов. И вот они победители, все внимание им. И они рады, их эмоции написаны на их лице. Наверное, наши дети не столько делятся словами, да, и своими выводами, сколько ощущение счастья, ощущение радости, ощущение довольства, что у них получилось, да, вот оно считывается по их эмоциям каждый раз, когда вот мы смотрим на занятия, или когда они выбегают к родителям, да, с урока. Ну все, я думаю, мы шикарно закончим. Спасибо вам, я же расчувствовалась.